Добрый день уважаемые морячки, с вами Зидыч и у меня для вас важные новости. Наконец-то на сайте Гайзинов появилась первая информация о флоте. Так вот, как всегда никакой конкретики по датам, но тем не менее пишут, что закрытое тестирование начнется в этом году. Но по крайней мере судя по поверхностной информации на сайте, можно оценить каким будет флот. Разумеется не приводятся никакие ветки исследования, это все держится в секрете, но тем не менее хотя бы приводят какие типы кораблей будут введены. И соответственно в целом о главном вопросе, в каком режиме появятся корабли. Честно говоря, я думал, что в реалистичном режиме корабли вводить не будут, по той простой причине, что там они будут действовать намного дольше. Можно будет по несколько часов, как и пишут кстати и на сайте, вести одно сражение. Но Гайзины решили пойти другим путем и по сути, судя по тому тексту, что я увидел, они ведут флот и для РБ, и для Аркады, и возможно даже для СБ. Хотя там что вводить непонятно. Ну в общем, РБ и Аркады. Читаю, внимание, потому мы решили воссоздать ту часть боевого флота, которую редко воспроизводили в играх. Корабли более подходящие для формулы нашей игры. Быстрые, стремительные, опасные, настоящие рыцари моря. Достойные и равные соперники для самолетов в воздухе и танков на земле. Говорит креативный директор Гайзин Энтертаймент Кирилл Юдинцев. И получается, что корабли высшей класса эсминец в игре не появятся, потому что они слишком долгие и неинтересные по геймплею. Ведут такие корабли, как торпедные, артиллерийские и ракетные катера, суда береговой охраны и сторожевые корабли. Но, 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 но как же Тирпиц, как же Ямато, как же линкоры? И вы знаете, родилась у меня такая мысль, может быть это сейчас Гайзины выигрывают себе время, чтобы поками свести тот флот, который у них имеется, который запланирован. А в дальнейшем, возможно, они все-таки ведут топы, линкоры, когда они станут более актуальны, как топы. Но, опять же, здесь та самая проблема, которую написали на сайте, то, что на них геймплей будет долгий и унылый в других режимах, кроме аркады. Аркада более-менее, они будут нагибать, кстати, они будут еще и дисбалансны, судя по всему. Но, тем не менее, в аркаде это единственное место, где они могут существовать в РБ, на них играть будет невозможно. Хотя, СБшники сейчас махнут нам рукой и скажут, ой, да мы в противостоянии по 4-5 часов играем, водите линкоры. И я, кстати, вот таким вот речам даже не удивлюсь. Но если вспомнить, как долго топили Ямато, конечно же, не захочется никаких линкоров. Кому интересно, почитайте, это довольно любопытная история. И в противовес Ямато есть лишь Тирпиц, который поставил антирекорд по своей живучести. Но продолжим. Как всегда, чтобы попасть на ЗБТ, Гайзины делают пакеты, которые нужно закупить. И, соответственно, у вас будет ранний доступ, приглашение, в котором вы сможете не только оценить стартовую ветку кораблей, но также получить в подарок особенный корабль, премиумный. То есть, если это будут советы, то, соответственно, получите бронекатер проекта 11.24. Если же за США, то получите тот самый торпедный катер, на котором плавал Джон Кеннеди. Вот такие дела. Но, я уверен, для тех, кто не хочет донатить, пройдет 3-4 месяца, может быть меньше, и, соответственно, флот все-таки будет запущен, открыт для всех, и все смогут нормально поиграть. Но не забывайте, все равно будут какие-то розыгрыши, конкурсы, Гайзины, что-нибудь подгонят для обзорщиков, чтобы те раздали халявные кодики. Это, ребят, просто традиция. Но я уж вас, как обычно, не обижу, постараюсь хорошенько поторговаться и выбить кодиков побольше. Но продолжим. Так вот, я прицепился еще к одному моменту. Зачитаю. В нашей игре, где сражения всех видов войск совместные, игроки могут управлять и самолетами, и танками, и флотом, исключена возможность ускорить время. Но это не самое главное про ускорение время. Главное то, что они все это описали как совместные бои. И я полагаю, что будет все-таки возможность совместить все три типа войск на отдельных картах. Кстати, авианосцы не указали, то есть их все-таки не будет, не сможет игрок управлять авианосцем. И это, кстати, я думаю, логично. Но суть в том, что все-таки какие-то карты, где смогут принимать участие и корабли, вот, например, как карта джунглей и, соответственно, самолеты, танки, все-таки возможны. Я думаю, это будет как с бомбардировщиками дадут дополнительные отдельные задания, которые можно выполнить без вступления в бой с истребителями. Ну, в принципе, что-то свое придумают. Но далее я не стану высасывать из пальца и что-то придумывать, предполагать, потому что, сами понимаете, это лишь первая информация. Я думаю, в последующем будут появляться новые какие-то подробности, и сможем более детально все это проанализировать. Я надеюсь, что в скором времени мы сможем все это главное, самое главное, попробовать. Ну, и напоследок хотел бы сказать, что первые люди, которые смогут поиграть в корабли, это те, кто посетят выставку Gamescom, то бишь немцы и всякие иностранцы, граждане Евросоюза. Ну, а мы будем смиренно ждать подробностей. Ну, и, соответственно, будет, кстати, видеотрансляция с разработчиками игры и так далее. То есть, я уверен, на стенде покажут и ветку исследований, которая будет у кораблей, по крайней мере, на данный момент, и, соответственно, что-нибудь еще. Поподробнее расскажут про сами корабли и геймплей. И когда это произойдет, я отфильтрую всю информацию, которая будет озвучена или же показана на Gamescom, и, соответственно, выложу новое видео, где расскажу вам все в подробностях. На этом пока что все. Напоследок скажу следующее. Если нужны бесплатные орлы, ссылочка на мобильное приложение в описании под видео. Спасибо вам за пальцы вверх, за подписки на канал, и увидимся в ближайшее время. И напоследок немножко эксклюзива. Съемки прямо из офиса Гайзинов. Отдел по разработке моделей кораблей. Браво, ребята. Браво.